Как мы знаем, радиаторы печки промывают множество способов, и эти методы легко можно найти на ютубе. Я предлагаю простой и течевый метод промывки радиатора печки, которую каждый может сцелять сам. С помощью этого метода одновременно легко можно промыть не только радиатор печки, но и основной радиатор, и весь охлаждающий систему, если она загрязнена и часто перегревается антифриз в системе. Был такой случай у меня, и я показал тогда, как промыть систему, например, Toyota RAV4, и подходит этот метод для всех моделей машин. Когда мы это сделали, машина работает после этого отлично. Ссылку на тот видео оставлю в описании. Для промывки нам потребуется обыкновенная стиральная жидкость с пелизна, которую женщины применяют для стирки, и необязательно, чтобы именно на этикетке будет написано, потому что ее выпускают многие компании. Купить ее можно даже в любом сельском магазине, и стоит очень тешево. Можно и еще купить две маленькие пачки лимонной кислоты. Данный метод ничего плохого в вашей машине не грозит, кроме тех случаев, например, если ваш радиатор испорчен, и в трубке вашего радиатора имеется дырка, и эту дырку перекрывает грязь. Когда после промывки грязь удалится, и она не будет заслонять дырку, тогда из этой дырки начнет вытекать антифриз. Как мы знаем, зимой салон автомобиля не подогревается, если радиатор печки засорена. Двигатель автомобиля начинает перегреваться, если охлаждающий радиатор засорен грязью. Простота данного метода состоит в том, что пол бутильки пелизни нужно заливать прямо в радиаторе охлаждения, или в расширительном бачке, и закрываем пробку. Не нужно оттуда выпускать антифриз, главное, чтобы там поместится пол бутильки пелизни. Потом на несколько минут запускаем двигатель, и в конце процедуры, проточной водой, хорошо промываем систему. И главное, что вы должны еще сделать, когда двигатель заведете, нужно включить печку. И по возможности охлаждительный щиткость, разбавленный с пелизной, лучше начнет циркулировать радиаторы печки. Пусть печка у вас будет включена. Поначалу, конечно, она будет тут с холодным воздухом. Но если постепенно воздух начнет прогреваться, это будет признаком положительного результата промывки. Достаточно запустить двигатель в течение 20 минут, и с большой вероятностью это хватит. Но я дополнительно еще проехал примерно 50 километров, и когда машину поставил в гараже, дал возможность охладиться. Оставил на ночь, в двигателе всю жидкость, разбавленный в пелизне. И только утром ее выпустили. И промил проточной водой систему. Вот тут вы можете увидеть результат промывки. Видно, сколько грязи на одной бутылке. Гарантия не на 100%, но с уверенностью можно сказать, что в результате вашей машины ничего плохого не случится. Так что желаю удачи. Метод проверено и рекомендуется. В следующем видео я покажу и объясню более простой метод для промывки радиотора печки. Так что следуйте за мной.